Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» и сегодня в нашей студии у нас в гостях Зоя Герасименко, психолог, кризисный психолог, энергопрактик, игропрактик. Здравствуйте, Зоя! Здравствуйте! Как я понимаю, спектр вообще инструментов, которые вы используете в работе, методов ваших, он очень широк. Вы 17 лет стажа работы классическим психологом, семейным психологом, кризисным, но все же пришли к так называемым энергопрактикам. Сейчас это такое направление, я думаю, нашим прокачанным телезрителям хорошо известное. Вот расскажите, что такое энергопрактики? Это в какой-то степени мануальные процессы. Наше тело знает все, наше тело помнит все. И только благодаря нашему телу мы реально наслаждаемся и кайфуем в этой жизни. Это процессы, которые позволяют вам вернуться в эту реальность и начать наслаждаться этим миром. Как вообще проходит, скажем так, подбор инструмента? Вот приходит к вам человек. Как вы подбираете тот инструмент, с помощью которого вы будете с этим человеком работать? Ну, во-первых, сначала, конечно же, все равно мы идем немножко в классическую психологию. У нас идет опрос, что человек действительно хочет получить. И подбора, ну, такого конкретно прям подбора, наверное, на сегодняшний момент нет. Потому что все равно идет по его энергетическому состоянию. То есть иногда бывает, что, ну, как у меня иногда клиенты, а что мы будем делать на следующей сессии? Я говорю, ну, давайте, на следующей сессии мы с вами сделаем гипноз. А человек приходит на следующую сессию, я понимаю, что гипноз ему сделать нельзя. Потому что его состояние сейчас не готово. То есть его тело не готово. Голова, она-то отдельно иногда живет. Чаще всего у нас голова отдельно от тела. И голова говорит, да, я хочу, давайте, я готова, мне прям срочно, срочно надо. Но по энергетическим моментам я думаю, что он не может этого пройти. Сейчас это будет просто бесполезно выкинутые деньги и смысл. И мы делаем что-то другое. То есть это такой очень индивидуальный подход к каждому клиенту. То есть у кого-то могут быть в большей степени там только аксесс. Кому-то надо сделать несколько сессий аксесс для того, чтобы допускать какие-то другие. В своей практике, как вы заметили, я использую достаточно большой спектр. И расстановки, и гипноз, и арт-терапия, и метафорические карты, и игры. Потому что все мы разные. И подходить шаблонно к каждому человеку, что да, у тебя депрессия, значит мы вот это, вот это. У тебя не строятся отношения, значит мы вот это, вот это сделаем. Но это невозможно. То есть это бесполезно. То есть сегодня, можно сказать, психология шагнула далеко вперед и позволяет, скажем так, помочь даже человеку, который стесняется рассказывать. Потому что в классической психологии все-таки важна роль диалога, да. А здесь можно даже ничего не говорить, если я, допустим, к вам пришла с своей проблемой, а вы все равно мне поможете. Здесь в этом и есть самый основной плюс, да, энергетических сессий, потому что человеку не обязательно ничего говорить. Если он готов в процессе, он может разговаривать. Потому что сессия делается по-разному. Там можно разговаривать. Некоторые люди засыпают. То есть когда тело не готово, оно просто засыпает. Иногда люди засыпают на полусловия. Они начинают что-то говорить. Говорите на полусловия, просто тело такое, нет, все, отдыхаем. То есть такой момент тоже возможен. Это помогает. Плюс есть еще такие инструменты, как метафорические карты. Они тоже не всем открываются, но некоторым они очень хорошо заходят. То есть человек, вроде как, наблюдая на карте какую-то картинку, неосознанно начинает проецировать туда свою жизнь. Или вот тоже еще один из моих любимых инструментов – это игры, психологические игры. Их можно проводить как в группе, так и индивидуально. И у меня даже есть некоторые пакеты. Особенно хорошо это работает с созависимыми отношениями или созависимость в процессе подросткового возраста. Там тоже очень часто такие моменты бывают. И подростки, они вообще не очень-то готовы к беседе. Особенно зная, что его привела мама, то есть момент доверия. Через игру можно его вывести. И есть игра «Паутина», вот я являюсь ее тоже сертифицированным ведущим. И 3-4 игры, и подросток начинает понимать, что здесь вот он поступает как-то не так. У него появляются новые нейронные связи в голове, у него появляются новые модели поведения. Он понимает, что если поступить вот так, вот так, вот так, это будет комфортно и маме, и мне, и окружающим. Можно избежать конфликтов. И многие игры, они прям построены на то, чтобы посмотреть на это со стороны. Игры можно играть индивидуально, как вот я уже сказала. В принципе, некоторые, не все готовы сразу идти в группу. Некоторые хотят вот играть индивидуально. Но я всегда рекомендую, давайте поиграем в группе. Потому что в группе, даже если вы стесняетесь, даже если вы боитесь, даже если вы не готовы раскрываться, то благодаря инсайтам других участников, благодаря тому, что они будут открывать свои проблемы, свои какие-то вытаскивать камни изнутри, вы можете закрыть очень много своих жизненных моментов. Которые даже не замечали до этого. Абсолютно. То есть триггерит то, что даже не подозревал в себе, получается. Знаете, сколько работаю с играми, с группами, когда всегда игра или группа собирается из людей, которые приблизительно с одной схожей какой-то проблемой. То есть они сами притягиваются, так получается? Абсолютно. То есть поле начинает притягивать людей, которые именно с какой-то одной. Причем приходят абсолютно с разными запросами. Одна с деньгами пришла, другая с отношениями, третья с ребенком. Четвертая просто нечего делать, захотелось хорошо провести время. То есть вот с такими. Когда начинается игра, когда включается поле игры, выясняется, что у всех одна и та же проблема в детстве. Вот сидит шесть человек, и у всех там, я не знаю, пьющий папа, который бил, или что-то еще. Причем люди абсолютно разные. Приходят те, кто был у меня в терапии, те, кого я знаю, приходят абсолютно со стороны, новые люди. И хоп, в процессе такие, ну как так получилось? Поле, энергетическое поле собирает всегда именно тех, кому это необходимо. И если с энергопрактиками, с игропрактиками, с расстановками более или менее все понятно, то хотелось бы чуть подробнее о процессах аксесс поговорить. В частности, фейслифт. Вот у вас тут есть такое пособие, по которому вы обучаете даже. Фейслифт – это что-то о красоте, если перевести. Я правильно понимаю? Ну, фейслифт, да, это в какой-то степени это о красоте. То есть изначально этот процесс создавался Гарри Дугласом для того, чтобы помочь женщинам чувствовать себя красивыми, без уколов, без подтяжек, то есть без каких-то болезненных косметических процедур. И он с этой функцией замечательно справляется для того, чтобы получить хороший эффект подтяжки. Ну, после первой сессии уже видно, потому что мы делали фотографии девочкам до сессии и после сессии. То есть уже эффект подтяжки идет. Для того, чтобы хороший результат получить, надо где-то 20 сессий сделать. Но вот этот бонус, ну как, этот эффект подтяжки – это, знаете, такой просто бонус. Потому что фейслифт, он влияет на все сферы вашей жизни. Он начинает менять не только ваше тело, он начинает менять пространство вокруг вас. Ваше тело начинает открываться для получения. Ведь самое сложное в нашей жизни, особенно у женщин, это получать. Мы все с детства настроены на то, чтобы отдавать. Мы отдаем, 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 отдаем. Сами уже такие выжатые, как лимон, у нас уже нет сил. Аксесс – это про позволение получать. Получать наслаждение от этой жизни. Получать наслаждение от своего тела. Получать наслаждение от своей работы, от отношений. И когда вы открываетесь вот этому получению, то в вашу жизнь начинают приходить новые отношения. Если у вас их не было, если есть, меняются ваши отношения, меняются с партнером. Партнер начинает по-другому относиться. То есть даже такие истории у меня есть, когда девочки потом приходят и, знаешь, говорят, мне муж начал дарить цветы. Я сначала, говорит, думала, что он что-то где-то накосячил. А потом я, говорит, поняла, что так работает, наверное, фейслифт. То есть начинают какие-то отношения, меняются с детьми, меняются отношения на работе, появляются новые клиенты. То есть вы открываетесь. Ваше пространство, ваше тело открывается для получения. И, конечно же, всё вокруг обстоятельства, вселенная, мир, кому как комфортно, начинает вам давать. Вы начинаете видеть эти возможности. Потому что когда мы зажаты в коробочку, когда мы не готовы получать, мы не видим. Возможностей всегда вокруг нас много. Но мы как-то вот все вот в своей жизни, в своей проблеме, в жертве частенько мы зависаем. Мы там сидим, и нам кажется, что всё вокруг плохо. А благодаря тому, что вот открывает фейслифт, мы начинаем видеть, мы начинаем заметить. Естественно, всё это начинает приходить в нашу жизнь. То есть это совершенно другое состояние. Абсолютно другое состояние. Как мы знаем, состояние меняет и всё вокруг. Так что вполне всё логично. И сколько же нужно сессий, чтобы хоть как-то изменить свою жизнь? Иногда достаточно одной-двух сессий для того, чтобы уже впустить вот этот поток. И здесь, знаете, очень интересный момент. Вообще рекомендуется пройти 20 сессий, как я говорила, для того, чтобы получить такой достаточно стабильный эффект. Но когда вы проходите одну-две сессии, вы получаете результат, вы видите этот результат, вы наслаждаетесь. Здесь нет такой необходимости, как в классической психологии, что вы должны ходить там раз в неделю. Или вот, например, когда люди приходят ко мне на гипноз, я им сразу объясняю, что 5-7 дней, если вы пришли позже, то часть результата теряется. То есть вот этот момент. Здесь такого нет. Здесь по ощущениям. То есть вы получили сессию, вы посмотрите, понаблюдайте за собой. Можно ходить каждый день, можно ходить через день, можно ходить раз в неделю, можно ходить раз в месяц. Только вот по ощущениям. Есть такие девочки, которые приходят, там 2-3 сессии сделают, потом на несколько месяцев могут пропасть. Есть еще телесные процессы, которые помогают восстанавливаться, которые помогают восстановить тело, убрать болезни некоторые, с бесплодием шикарно помогают. То есть я не могу сказать, что это прям лекарство, что все, уходите от врачей и бегите там ко мне. Нет, ни в коем случае. Есть показания, при которых невозможно что-то сделать. Но если вы готовы, если ваше тело выбирает эти изменения, и вы понимаете, что что-то, ну, то перепробовали, то перепробовали, ничего не помогает. Очень рекомендую попробовать. У меня конкретно 4 беременных. Результат, конечно. Которые не могли забеременеть. Вы обучаете, и, то есть получается, к вам можно прийти, научиться и делать самостоятельно это дома, например, в семье, с мужем, с мамой. Вы можете делать это и дома, и в семье, и вы можете на этом потом зарабатывать, потому что после окончания класса вы получаете сертификат, практика, и это позволяет вам делать сессии за деньги. Ну, если подытожить, то вы работаете с семьями, с парами, с родительско-детскими отношениями, с кризисами личными, экзистенциальными и так далее. Но при этом у вас есть отдельный такой блок, конкретно для женщин, девичник называется. Да, это моя любовь. Мой трансформационный девичник, возрождение. Я его провожу раз в месяц. Это мероприятие, которое за 10 часов полностью меняет ваше энергетическое пространство, ваше восприятие себя. То есть это не так, что я там пришла, поиграла и ушла. Это мероприятие именно на целый день. Девичник всегда разный. То есть принцип у него приблизительно одинаковый, но девичник всегда разный. Тема всегда разная. И тема подбирается под группу. То есть когда я вижу, какая набирается группа, то есть я могу уже предположить, что мы будем делать. Вот сейчас девичник у нас будет в марте. Это будет как раз «Откройся получению». Потому что вот этот запрос, вот март, он прямо открывает вот эти энергии, что мы не можем получать. На девичнике мы также используем метафорические карты. То есть там разные идут наборы метафорических карт. Можно посмотреть и проекции, которые мы тащим из прошлого, и какие-то детско-родительские проблемы вытащить. Что-то прорабатывается сразу, что-то в дальнейшем можно вынести на индивидуальную консультацию, то есть если кто-то готов дальше идти. И, конечно же, девичник у нас закрывается всегда трансформационной игрой. Обязательно. Это как раз поле для нее, если я правильно понимаю? Да, это поле для трансформационной игры. То есть игр у меня достаточно много. 11 игр, которые я использую. Есть те, которые можно играть часто, есть те, которые там пореже. И на девичнике мы всегда играем в какую-либо игру. Играем большой группой. Количество людей на девичнике ограничено, то есть 10 максимум. Больше я не могу удержать в поле в своем. Но он прорабатывает достаточно много внутренних блоков, внутренних проблем. И, знаете, так интересно еще бывает. Первые, когда девочки приходят, они, как я мужу скажу, что я на целый день ушла? Как я там детям? Да я на целый день, я с утра и до вечера. Как я могу себе такое позволить, что вот взять и уйти от семьи на целый день? И после того, как они все-таки позволяют себе вот этот момент, частенько бывает, что мужья потом звонят и говорят, моя идет точно. Я ее привезу. Потому что, когда она возвращается, как меняется ее состояние, мужьям это очень нравится. У меня даже мурашки побежали, честно говоря. Приходите. Я задумалась, честно, об этом. Мир меняется стремительно. Уже, мне кажется, многие понимают, что страдать вообще не обязательно. И если справиться самостоятельно с какими-то вопросами не получается, то один из проводников в мир новой жизни Зои Герасименко. Спасибо вам за очень интересную беседу. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова